здравствуйте уважаемые друзья сегодня с вами я заработлив специалист по заполнению миграционных форм сегодня у нас с вами 3 февраля 2021 года и я вас хочу ознакомить законопроектом о котором вы меня уже спрашивали в комментариях и я поняла что многие из вас уже знают про эту новость и сегодня немножечко я бы с вами бы хотела поговорить на эту тему мы знаем что 20 января 2021 года президент байден направил этот законопроект конгресс и в этом законопроекте очень много хороших моментов которые могут порадовать наших очень многих иммигрантов которые будут ехать соединенные штаты в особенности по воссоединению семьи независимо по какой категории возможно независимо по какой категории вы будете воссоединяться значит что значит здесь говорится в первую очередь этот законопроект в сенате будет представлять сенатор боб менендес сенатор нью-джерси он является демократом и он будет представлять его в сенате для того чтобы этот законопроект двинулся дальше им нужно будет набрать 60 голосов на данный момент их очень волнует то что им нужно будет набрать 10 голосов от республиканцев которые проголосуют за за этот законопроект на данном этапе они хотят то есть не хотят будут аргументировать почему этот законопроект может быть хорошей идеей для страны значит первая аргументация менендес приводит своей аргументации он говорит что моральная сторона этого вопроса то что 11 миллионов человек не могут жить постоянно в страхе в тени что за ними кто-то может прийти что их могут арестовать и поэтому они хотят это сделать легальным путем второе это в интересах национальной безопасности страны и третье также они считают что это будет хорошо в экономических интересах страны значит когда 2013 году они продвигали похожий законопроект были проведены исследования и на тот момент оказалось что если легализуют иммигрантов я уже не помню какое количество тогда говорилось то дефицит страны был бы уменьшен на 850 миллиардов долларов экономика страны увеличилась бы на полтора триллиона и 300 миллиардов долларов они бы могли бы добавить social security фонд доверия и я считаю что это на самом деле хорошая как бы сумма денег для того что чтобы не скажу поднять страну но помочь стране было бы хорошо значит что в этом законопроекте говорится здесь конечно же есть моменты о которых я полностью не буду говорить но я скажу очень важные моменты значит по этому законопроекту они хотят создать заслуженный такой путь гражданству для лиц без документов также по этому законопроекту этот законопроект будет разрешать лицам не имеющих документов подавать заявление на получение временного правового статуса с возможностью подавать заявление на получение грин карты по истечении 5 лет при условии что они пройдут background check background check это проверка по вопросам уголовной и национальной безопасности и если они будут платить и если они платили налоги также мечтатели мечтатели это здесь их по-другому называют dreamers это те люди которых везли детьми в страну нелегальным путем на тот момент как бы они не могли принимать решение за себя их родители принимали решение за них также владельцы темп или protected status это именно временный правовой статус и также фермеры эмигранты отвечающие конкретным требованиям специфик они говорят конкретным требованиям будут иметь право на получение грин карты немедленно в соответствии с этим законодательством дальше по прошествии по прошествии трех лет все обладатели грин карты которые пройдут опять дополнительную проверку и смогут демонстрировать знание английского языка смогут подать заявку на получение статуса гражданина сша заявители должны будут будут которые захотят будут просить они должны физически находиться соединенных штатах не позднее 1 января 2021 года и также здесь они говорят наконец этот законопроект далее не будет признавать далее признает америка в качестве нации иммигрантов и поэтому они изменят слова эллиэн эллиэн это может быть как иностранец как чужой на слово нан-ситизен нан-ситизен это не граждане хорошие новости я бы сказал дальше следующее следующее это уже про семейную иммиграцию право соединения и здесь у нас очень хорошие новости если этот законопроект пройдет значит законопроект реформирует семейную иммиграционную систему должен будет устранить все задержки использовать неиспользованные визы устранить длительное время ожидания то есть количество выдаваемых виз для каждой страны дальше кроме того этот законопроект будет поддерживать семьи путем более четкого включения постоянных партнерств и ликвидации дискриминации в отношении лгбт он этот законопроект также будет обеспечивать защиту детей сирот вдов детей и филиппинских ветеранов которые воевали вместе соединенными штатами во время мировой войны и наконец значит очень вот этот марш важный момент мне очень нравится этот законопроект разрешит будущими иммигрантам получившим одобрение дожидаться своей green-карта в сша что это означает дам подробное объяснение к примеру если у вас на руках находится одобрение о том что ваша петиция была одобрена значит что они хотят чтобы бенефициары на которых вы подавали это одобрение чтобы они могли дожидаться свою green-карту в соединенных штатах каким образом это будет делаться я не знаю но это хорошая новость если это произойдет дальше лотерея green-карта законопроект включает в себя закон о запрете на дискриминацию по признаку религии и ограничивает полномочия президента издавать будущие запреты значит по этому законопроекту будущем президентом будет запрещено издавать такие запреты и также по этому законопроекту увеличится количество diversity visas это значит тебе по 9 лотереи от 55 тысяч увеличится на 80 тысяч виз это у нас очень такое хорошее количество значит у 35 тысяч людей плюс будут хорошие шансы выиграть эту деви лотерею дальше у нас идет здесь увеличение финансирования штатов регионов для интеграции беженцев в американскую культуру и также их обучению английскому языку кстати я работала переводчиком вот для такой организации где они обучали беженцев которые приезжали сюда соединенные штаты общению на английском языке значит им помогали с резюме им помогали то есть проводились эти занятия как нужно себя вести во время интервью как нужно отвечать значит как нужно одеваться даже они их учили тому что когда вы идете на интервью нужно принять душ пойти свежим не душится там сильными такими духами потому что у человека может быть аллергия в целом очень такие интересные классы были вот вспомнила хороший такой опыт у меня был дальше дальше у нас идет изменение по получению рабочих виз и ускорить получение этих виз продлений неиспользованных виз и также здесь они говорят что нужно будет убрать лимит вот этих по рабочим визам дальше также они хотят если например по некоторым рабочим визам супруги не могут работать на данный момент они хотят сделать чтобы и супруги также могли работать думаю это хорошая новость в целом дальше здесь они уже говорят о том что нужно будет улучшить здесь говорится что нужно будет улучшить защиту всех работников в том числе нелегальных работников от непорядочных работодателей потому что наверное многие из вас сталкивались с теми моментами когда вы приезжали соединенные штаты у вас нет разрешения на работу вы на кого-то проработали и вам не заплатили это я не знаю как и каким нужно быть человеком чтобы так поступать с людьми которые приехали сюда работали на тебя чтобы вот таким образом обманывать людей ну думаю каждый каждый проходит свой путь но в любом случае на данный момент они хотят вот таким образом зато защитить нелегалов чтобы нелегальные иммигранты которые находятся в стране также могли защитить себя но в дальнейшем здесь уже говорится о том что надо будет обеспечить высокими технологиями все пограничные пункты облегчить прохождение границы отслеживание тех людей борьба с наркотрафиком продажи людей и по политубежище вот здесь говорится что они хотят чтобы ускорили рассмотрение дел в иммиграционных судах в целом я думаю что в целом я думаю что этот законопроект очень хороший насколько он пройдет или нет я не могу сказать но по законопроекту который был издан значит отправлен точнее в 2013 году он прошел сенат но к сожалению он так и не дошел до палаты представителей для голосования но на данном моменте так как демократы на данном этапе лидируют я бы сказала в этом то я думаю что должно быть все хорошо и если это пройдет то те кто ожидает своего воссоединения со своими родственниками я вот честно говорю я не могу представить как такое будет возможно но если это произойдет это просто супер новости если у вас на руках будет одобрение от юсс что ваша петиция одобрена они говорят то ваши родственники смогут приехать соединенные штаты и дожидаться своей green card и здесь ну просто супер новости вот такие друзья у нас с вами новости но опять-таки повторяю это только законопроект он еще не принят конечно же над ним будут бороться с ним по этому законопроекту возможно будут вноситься какие-то изменения но мы посмотрим мы с вами пока остаемся на связи когда у меня будут новости по изменению прокламации или же другие новости которые вас порадуют обязательно я с вами поделюсь спасибо большое всем за ваши комментарии обязательно вернусь и отвечу на них и на данный момент сильно занята поэтому задерживаюсь с ответами всего доброго друзья остаемся на связи и и и и и